Всем привет! 22 мая 2023 года компания Synology выпустила релизную версию DSM 7.2. Что в ней нового? Стоит обнуляться или не стоит? Лично мое мнение, ни к чему не принуждаю. Погнали! Итак, перед вами вообще страница пресс-релиз компании Synology на сайте. Причем, видите, на сайте на английском языке, я не перехожу на русский, потому что если перейти на русский, да, вот, допустим, обновлю сейчас, то никакой информации об этой версии нет. Либо еще не успели обновить и появится попозже на русском языке, либо не появится вообще. Но вот, как мы видим, 17 мая они все-таки, то есть обновление на русском языке выпустили. Тут же можно зайти почитать, да, пресс-релиз, тут что-то описано, но нас больше, лично и меня, допустим, больше интересует непосредственно релиз ноут, да. Вот он, релиз ноут, он только на английском языке, всегда так было и есть. Вот, давайте я переведу на русский, чтобы мне удобнее было вам рассказывать, потому что с английским я не силен, а так хоть наглядно что-то вижу. На данный момент я еще свой NAS не обновил, но планирую это сделать в ближайшее время. Вообще, тут как бы такая двоякая история, лучше, конечно, еще месяцок не обновляться, но есть момент, по которому надо. Самый главный момент, давайте вот сюда вниз перемотаем, почему надо обновляться, вы только посмотрите, какой огромный список устранения уязвимостей. Вот только ради этого я бы обновился, тут просто их целая гора. Изучать каждую уязвимость, нужно оно вам или не нужно, насколько оно для вас критично или не критично, вы, естественно, можете сами, перейдя в релиз ноут, ссылка будет закреплена в описании. Я считаю, что обновляться надо, но подожду еще пару деньков, посмотрю в комьюнити Усинологи, кто что будет писать. И по-любому обновлюсь. Да, а мы давайте посмотрим, так, вот исправление, ограничения. Какие есть ограничения у этой версии? Во-первых, ограничения в смарте, то есть, смарт, тестирование смарт больше не поддерживает M.2 NVMe накопители. Это ничего страшного, многие вообще тестировали, никогда смарт не запускают, но сам смарт работает, то есть, данные со смарт памяти считываются нормально, как и считывались. Второе ограничение, это Virtual Machine Manager Cluster поддерживает, если вы хотя бы одну из машин обновите до 7.2, надо обновлять все. То есть, нельзя там такой, да, салат винегрет из них делать, то есть, все версии должны быть одинаковые. Ну, тут, я думаю, все более-менее понятно. Также сразу, пока я увидел, это поэтапное обновление, да, то есть, у вас оно может не появиться еще в течение месяца, а потом появится. Но вручную, уже сейчас, можно обновляться, кто прям хочет, и у кого оно не появилось. Вот, давайте дальше начнем. Ну, во-первых, это обновление перезагрузит ваш NAS, ну, это понятно, и так, да, NAS будет перезагружаться, да. Начиная с этой версии, вот эти журналы HDD будут, да, в лог-центре только отображаться, ну, как бы нормально. Самое, вот, вот, о чем бы я хотел заострить внимание, это вот это, да, четвертый пункт, это автоматическое создание правил передрессации портов. То есть, что это такое, Quick Connect, то есть, раньше Quick Connect, вот эта галочка стояла автоматически, и она была включена. Когда вы включали Quick Connect, он, галочка уже стояла, ее можно было отключить, но по умолчанию она была установлена. И она по умолчанию вот здесь вам, сейчас найдем, найдем сеть, да, вот, вот это. И она по умолчанию, нет, не здесь, вот здесь, конфигурация, и она по умолчанию вот здесь создавала вам правила переадрессации. Ну, она пыталась автоматически через протокол OpenPen на роутере пробросить вам порты. То теперь этой галочки вообще не будет, то есть, ее вообще нет. Нет, все, если вы хотите использовать Quick Connect с максимальной скоростью вашего интернета, порты надо пробрасывать вручную. Я в каждом видео про вот эти всякие вещи, Quick Connect и прочее, всегда говорил, что порты надо пробрасывать вручную, да, и теперь вам это придется делать, если вы хотите. Да, по-прежнему Quick Connect будет работать, но через релей. Релей у него до 10 мегабит, в среднем скорость 2, 3, 4, 5 мегабита, в зависимости от нагрузки на тот сервер, на котором сидит этот релей. Так что имейте в виду, правила переадрессации портов надо делать вручную, и делать это надо не вот здесь. Вообще забудьте про вот эту конфигурацию маршрутизаторов. Некоторые прямо отсюда это делают, да, это классно, но это часто приводит к печальным последствиям, к тем, например, если роутер перезагрузился, а синологи нет, правила перестали работать, все. Ну, их тут надо заново обновлять, тут нажимать, применить и так далее, да. То есть, лучше это всегда сделать, зайти на роутер и сделать реализацию портов на роутере. Вот, это самый лучший способ. Так что, то, что они отключили ради типа безопасности, с одной стороны, они правильно сделали, с другой стороны, они сейчас многим людям усложнили хорошо жизнь. Ну, жизнь она такая. Да, дальше. Я не буду прям все-все-все тут из этого читать, потому что, ну, вы можете, естественно, ознакомиться со всеми, либо нажать на паузу, либо перейти по ссылке в описании. Вот, а вот это вот вообще считают тоже ограничение, почему они это засунули в важное примечание, хотя это прям явно лимит, да, ограничение. То есть, вот начиная с этой версии не поддерживаются домены, то есть, актив-директории Windows Server 1008. То есть, вот, имейте в виду, если у вас Windows Server 1008 домен, то все, забудьте про обновление на 7.2, пока вы не обновите Windows Server до, там, 20.12 и выше, да. То есть, имейте это в виду. Дальше. Следующий интересный момент, это то, что вот эти версии Synology не получат обновления автоматически никогда. То есть, у них не выйдет информация о том, что, опа, есть новый DSM, даже через месяц, через полгода и через год. То есть, для вот этих версий, которые сейчас у вас на экране, нужно обновление это скачать вручную. Ну, это, наверное, тонкий намек на то, что эти версии, эти устройства не стоит обновлять. Хотя, как по мне, вот, да, вот эти, наверное, не стоит обновлять. Ну, тут я подумал, стоит или не стоит, да. А вот эти, прям, ну, что такого, там, 18-19 год, это прям, или вот эти, там, 3617, XLL, 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 блин, это прям, это не XLL, это два. Но это прям, они прям огонь, они мощные, хорошие, почему их, почему Synology такой, ну, либо я что-то не понимаю. Ну, в общем, имейте в виду, на эти версии обновление автомата не прилетит. А теперь давайте из нововведений. Вообще, что касается нововведений, я так понимаю, нововведений, если честно, вот, хотя тут 17 нововведений, их не особо-то и много. Если хорошенько подумать, хорошенько разобраться. То есть, мне кажется, больше нововведений где-то там, внутри этого самого DSM, да, там где-то ядро они Linux, может быть, обновили. Кстати, это надо будет еще проверить, хотя не особо это и важно. То есть, где-то внутри они сделали много изменений, а для простого пользователя их вот так вот не сильно много. Потому что они к чему-то готовятся, к чему-то масштабному. Я думаю, в течение этого года и до конца следующего, 2024 года, мы увидим какое-то бешеное, супер-глобальное обновление Synology, которое просто нам даст что-то вау-вау-вау что-то. Но, опять же, я не сильно жду этого. Почему? Потому что, как бы, анализируя презентацию последнюю Synology, да, там где они там рассказывали, куда они двигаются и так далее, которые я смотрел, многие наверняка смотрели, лично я для себя сделал вывод, что они идут в область облачных технологий. То есть, они потихоньку меньше-меньше-меньше-меньше времени уделяют непосредственно Synology NAS, тот, который мы его знаем, которое устройство стоит у вас дома в офисе и которое может все. И больше переходят к облачным системам, которыми этот самый Synology NAS пользуется, там, да, всякий шарик гибрид и так далее. Вот это все, вот они, как бы, переходят в облачную среду, где за нее надо отдельно платить, там, помесячно и так далее. Да, для компании, я понимаю, это больше прибыль, но для нас, как для пользователей, которые привыкли, как бы, пользоваться вот такими вот вещами, непосредственно, которые у вас находятся дома в офисе, личное такое облако, это, как бы, не очень хорошо. Но, с другой стороны, то, что у нас сейчас есть, оно будет еще очень-очень-очень-очень долго работать, это у нас никто не отнимет, и это хорошо. Итак, давайте, самое первое, что они решили тут указать, это Write to One. То есть, что это такое? Это штука, которая позволяет записывать файлы один раз, да, и потом нельзя их ни менять, ни удалять. Вы даже том не сможете удалить, там, где эти файлы. Выглядит это примерно вот так, то есть, я создал две папочки, да, у него есть два режима, корпоративный и режим соответствия. Я про это все расскажу более подробно в отдельной видеоролике про вот этот вор режим, да. Просто имейте в виду, вот теперь появилась такая вот штукенция. Идем дальше. Появилось шифрование томов. То есть, раньше у нас было шифрование папок, да, общих, у меня видео есть, то теперь у нас есть шифрование томов. Если мы перейдем вот сюда, в диспетчер хранения, и увидим, что тома могут выглядеть по-разному. Есть тома, которые зашифрованы, есть тома, которые не зашифрованы. Да, у зашифрованных томов есть такой замочек с закрытым, то есть, обозначается, что том шифрованным. Опять же, не торопитесь делать какие-то шифрованные томы, обижать и так далее. Давайте я сниму отдельный ролик про это, и попытаюсь вам рассказать, почему вам это не надо. Ну, то, что это есть, это есть. И многие, кстати, просили это, но это не панацея, так скажем. Я все об этом расскажу. Так, еще, третьим пунктом у нас, снова же добавили поддержку пулов для SSD накопителей в M.2 слотах. То есть, большее количество моделей. Давайте откроем, посмотрим, какие модели стали. Вот эти модели стали поддерживать такую из коробки. Да, даже 423+, 723+, 923+, и так, по-моему, был, да, и 1823+. Вот этот стал поддерживать 1523+. Ну, в общем, и некоторые устройства из 21 серии. Кстати, 423+, это то же самое, что 920+. Почему тут нету 920+, я не знаю, но они решили это сделать. Да, некоторые сейчас скажут, ну, черт возьми, есть же куча инструкций, которые позволяют это делать на любом устройстве. Вообще, все равно. Но, я такими инструкциями на сайте нет, потому что я стараюсь публиковать только те инструкции, которые считаю более-менее безопасные и более-менее пригодные для пользователя. То есть, надо понимать, что там шина с SATA, по-моему, у этих M.2, вот, допустим, у 920-го, к примеру, да, и делать на нем SSD накопитель все-таки можно, но я особо в этом роли не вижу. Гораздо удобнее сделать там все-таки SSD кэш. Мне кажется, более будет практично. Могу ошибаться, а могу и не ошибаться, да, то есть, для некоторых людей действительно это нужно. Вот. Четвертый пункт, вот, какой-то адаптер добавили, вот, для этих устройств, не особо считаю, интересным. Также добавили они какую-то, да, вариантов для управления SSD кэшем. Посмотрим, когда я обновлюсь, тоже, если это какая-то такая супер фича, я обязательно про нее расскажу. Пока что, вот, мне кажется, достаточно то, что сейчас у вас перед экраном. Какая-то дедупликация они обновили, стал работать лучше. Ну, клево, что. Следом, переходим на 9-й пункт, как, да, что вот тут есть уведомление о недостаточном пространстве общей папки, если там квота подходит к концу. Да, это действительно была проблема, многие пользователи с этими сталкивались, что у них квота заканчивается, да, ну, папка наполняется, и об этом никто ничего не знает, пока не столкнутся с проблемами. А вот теперь будет выдаваться предупреждение. Очень классная штучка. Вот это тоже 10-й пункт. Мне очень нравится. Поддержка удаления отдельных уведомлений на рабочем столе. Допустим, у меня постоянно выходит уведомление, какой-то там выполнился бэкап, актив бэкап и так далее. Мне это прям не нравится. Я бы хотел это удалить, и в DSM-72 я, скорее всего, это смогу удалить. По крайней мере, так написано в релиз-ноуте. Уведомления стали поддерживаться, да, для Microsoft Team и Line, и там всяких поставщиков, перехватчиков, но нас это не интересует. Мы либо уведомляем по почте, либо в Telegram. Как это сделать, я уже писал. Причем у меня есть статья, как это сделать уже, ну, то есть и тогда я уже давно выпустил это обновление, как бы статью, как это сделать и в DSM-72, и в DSM-71 и ниже, да. То есть в DSM-71 и ниже это через SMS, в DSM-72 это через, вот как раз этот веб-перехватчик самоидеально делать таким вот образом. Также они добавили поддержку уведомлений пользовательских, то есть вы там четко можете теперь настроить, как, что, кому, куда, какому пользователю про это уведомлять, какому пользователю про это уведомлять, то есть это мне вообще понравилось. То есть они прям кардинально подошли к вот этим всяким уведомлениям. Прям хорошо их переработали. Вот. Следующий, тринадцатый пункт. Поддержка экспорта списка пользователей и групп. Тоже хорошая вещь, да. То есть мы заходим, раньше этого не было, пользователи группы, и теперь мы их можем отсюда все экспортировать. Это очень, как бы, клевая вещь. И, соответственно, мы их можем импортировать. То есть я часто встречал такие возможности, что, ну, трудности, что люди как-то переезжают с одного у нас на другого, не через бэкап, не через что-то там такое, ну, вот надо вот так переехать. И им нужно перенести, и у них там много пользователей, и они их переносят, приходится им переносить их вручную. Это неудобно. То есть DSM-72 это стало делать намного-намного удобнее. Также были у меня вопросы, как сделать, извлечь устройство USB, если ты не администратор. Никак. DSM-72 это исправили. Теперь даже не администратор может извлекать USB у устройства. Это классно. И чуть совсем не забыл, потому что в релиз-ноуте почему-то этого не было, но появилась двухфакторная аутентификация. Но не просто двухфакторная, а вот такая штучка AMFA. Да, это такая вещь, которая вот, смотрите, она настраивается очень просто. То есть панель управления, безопасность, учетные записи. Да, и вот тут просто включается галочка. То есть, да, но при этом у пользователя должен быть привязан к нему почтовый ящик. Вот здесь личная, личная, да, вот здесь должен быть у него указан почтовый ящик и, как видите, подтвержден. Тогда эта штука включается и работает. Она там очень, типа, умная какая-то. Давайте я про нее тоже попытаюсь отдельный видеоролик. Вообще вот эту всю систему безопасности двухфакторной аутентификации переработали. Мне понравилось то, что я теперь могу с Windows Hello Touch ID или еще как-то или, да, даже через часы Apple Watch входить в мой DSM. То есть это было вроде как и в 7.1, но почему-то там об этом я не узнал. А вот в 7.2 я об этом узнал. Ну, короче, покажу отдельно, сделаю отдельный видеоролик про вот эту всякую двухфакторную и дополнительную аутентификацию. Ну, на этом основные вот эти нововведения, изменения, я подошли к концу. Те, которые я посчитал нужным, я вам рассказал. Естественно, будут отдельные видеоролики. Там еще обновился, на самом деле, еще обновился Docker Manager, да, он стал прям вообще огонь-огонь. Ой, я его тут так и не установил. Произошла магия и, оказывается, я его уже установил. Ну, ничего. Docker Manager переименовали в Container Manager. Вот так вот теперь выглядит. Ну, такой обзор на его окно. Тут есть проекты, контейнеры, ну, в общем, добавили, грубо говоря, проекты и немножко выглядит все по-другому. Отдельно сниму видеоролик про него. Очень классная вещь. И обновили хорошо Web Station, да. Ой-ой-ой. Ну, тут, в общем, у нас первый запуск, да. Тут очень много нововведений, исправлений. Также все напишу, сделаю отдельный видеоролик про Web Station, как установить WordPress, Joomla, там, ModX и так далее. Все это отдельно покажу, сниму. В отдельных видеороликах. Потому, потому что, да, вот это Web Station, она вообще там, мне кажется, на минимум, как на полчаса про нее обзор, там, ну, столько всего. В общем, вот так. Поэтому, поэтому, поэтому обновление, я считаю, хорошее. Хоть и для обычного пользователя не революционное, но, тем не менее, исправляет кучу ошибок, кучу багов. И если вот так вот внешне, да, то внешне еще заметил, что работает пошустрее, намного шустрее, чем 7.1.1. Вот. Ну, на этом все. Давайте пока прощаться. Я пошел готовить новые видеоролики с детальными обзорами и как этим всем пользоваться, кому это нужно, а кому не нужно. До новых встреч!